Всем привет! Сегодня я буду готовить красную аджику, но это не классическая кавказская аджика. Это наш семейный рецепт. Мы очень много лет его готовим и нам всем эта аджика очень нравится. Для нее нам понадобится 1 кг горького перца, 1 кг моркови, 800 г томатной пасты, 1 кг красного болгарского перца, 0,5 кг чеснока, 300 г соли, 2-3 столовые ложки сахара. Сначала добавлю 2, потом буду пробовать, как там на вкус получится. И 1 столовая ложка уксусной эссенции, это 70%. Все, приступаем к готовке. Это все я уже перемыла и теперь я нарежу вот так, такими кусочками перец, чтобы пропустить потом через мясорубку. Перец я уже почистила и нарезала, и я еще забыла сказать, что туда желательно, чтобы не попадали семена от него. И теперь я буду чистить чеснок. Хорошо, что он большой, хоть по-быстренькому почищу. Чеснок уже начищен, и как бы я не откладывала чистку перца, но это все равно придется сделать. Я вот так разрезаю перец и потом ложкой вычищаю все семена. Тоже нужно стараться, чтобы семена вообще не попадались там. Ну, если пару штук попадется, ничего страшного, но лучше, когда их нету. Все, перчик готов, и также я чищу весь остальной перец. Теперь очищаем морковь от шкурки. И нарезаем на вот такие длинные кусочки, чтобы они поместились в мясорубку у нас. Все ингредиенты уже подготовлены, и теперь пропускаем через мясорубку на крупной сетке. Все перекрутили, и теперь добавляем туда 800 грамм эти томата. Соль. Сахар пока не весь добавлю. Буду пробовать смотреть. И столовую ложку эссенции. Теперь надо все хорошо перемешать. Ой, какие запахи идут. Аджики получается очень много. Но мы обычно готовим по 3-4 порции, потому что она действительно очень вкусная. Мы ее добавляем и как маринад к мясу, и в картошку, и просто так кушаем. Это очень вкусно. Я перемешала аджику, и все-таки решила добавить оставшийся сахар, потому что мне не хватает чуть-чуть сахара. Снова все хорошо перемешаю. Накрою пищевой пленкой и отправлю в холодильник на несколько дней. Периодически нужно будет доставать аджику, перемешивать, и снова ее ставить в холодильник. Прошло уже 3 дня. Сейчас сниму пищевую пленку. Еще раз все перемешаю. Если честно, объем аджики сильно уменьшился. Я уже ее пробовала, пробовала, и приблизительно вот такую баночку уже напробовала. Теперь перекладываю в банки. Они не стерилизованные, просто помытые, чистые банки. Сейчас все это переложу и поставлю в холодильник на хранение. Вот сколько у меня получилось аджики. Но с учетом того, что я съела уже приблизительно такую баночку, получается из этого количества продуктов где-то 3,5 килограмма аджики. Она просто нереально вкусная. Я всем советую ее приготовить. Я думаю, что вам тоже понравится. На этом я уже заканчиваю это видео. Если вам оно понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok